Привет, друзья! С вами Варчик. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, что же такое скилл в игре World of Tanks. Конечно, если сравнивать с другими играми, то там немного другие жанры и все там завязано в основном на скорости реакции, на быстроте мышления, тактическая подкованность, ну и немножко знания всяких там предметов и особенностей механики игры. World of Tanks это как ММО игра, здесь вроде бы присутствует стрельба, но сказать, что здесь на первом месте стоит скорость реакции, быстрота мышления, там тактики быстрые, там нет. Здесь какая-то больше на первый план уходит такая вот социальная фигня, подготовка к бою, там изучение всяких там перков, оборудование, побольше галдица засыпать на танчик. На второй план выходит такая вот тактическая, размеренная игра, занятие позиций, правильное перемещение от позиции к позиции, ну и раздумья, глядя на карту, что происходит и опять же придумывание тактики. И только потом на третьем месте где-то быстрота реакции, а им там что-то такое, в этой игре это вообще-то не знаю такое. Тут дальше, тут даже больше наверное решает не быстрота реакции и точность стрельбе, сколько просто знания прострелов. То есть тебе нужно запомнить карты и где в какие дырки, щели можно простреливать и какие кусты стандартные можно пострелять блайндами. Все, то есть никакой тут аима, никакого не надо, никакого там скорости реакции. Медленно, размеренно поворачиваешься, стреляешь, ну такое. И если посмотреть на различия между сильным игроком и который делает мега какие-то нереальные результаты, разница очень простая. И у того и другого нормальные танки, экипажи, перки и вроде играют примерно одинаково, тактики тоже примерно одинаковые, карты потому что не меняются миллион лет. Различие только одно, у мега статиста, который там делает супер результаты по 5000 среднего урона на десятках, просто одно отличие. Полный боекомплект голдовых снарядов, все. Ну может быть он играет чуть-чуть более дерзко, потому что ему нужно настрелять много урона и он прям врывается. Вот в принципе и все различия. Вот и получается, что в этом есть какая-то небольшая проблема, как мне кажется. Большинство игроков в этой игре думают, что в нее сложно играть. Но на самом деле, они еще на подготовке к бою уже делают кучу ошибок. Качают дурацкие перки, не ставят модули, не берут с собой расходники, не заряжают голдовые снаряды. И это уже большая часть их скилла пропадает в никуда. Это самая большая, большая такая вот основная часть. И потом на втором месте, в принципе, стоит уже какая-то тактическое понимание позиций. И прострелом. Третье. Все. То есть больше в этой игре ничего нет вообще по скиллу абсолютно. Подготовка к бою, тактика в бою, знание прострелов. Я про уязвимые зоны даже танков особо не говорю. Потому что, ну, это... Это можно отнести к особенностям игры, которые нужно просто понимать. Поиграл немножко в эту игру и просто привыкнул. Все. Но, как показывает практика в игре World of Tanks, люди за 7 лет не берут с собой ни расходники, модули какие-то непонятные там ставят вообще какие-то на тяжелые танки ящик с сеткой. Перки вообще там у командира боевой браста прокачают и все, достаточно. Вот и получается, что основное люди-то и упускают. Вот, сила танка зависит уже изначально от подготовки к бою. Не говоря уже о том, что они не понимают по тактике, что делать в бою. Вот и получается, что две самые основные вещи по скиллу люди в этой игре упускают. А то, что они там стреляют, это в других играх, в шутерах, стрелялках, это самое главное. А в этой игре не самое главное просто куда-то стрелять. Просто куда-то стрелять, это должно занимать долю времени. Буквально, кто замечал, как я стреляю, зашел в прицел, стрельнул, вышел. Все, нечего там делать в этом прицеле. Стрельба в этой игре, это просто как данность. Просто стреляешь по визуумным зонам и на это обращать внимание особо нет смысла. Дальше все остальное сделает ВБР и голда. Вот такой вот скилл в игре World of Tanks. И как ни странно, люди не смогли в такой вот сложный геймплей просто подготовить свой танчик к бою и посмотреть маломальски по тактике, куда нормальные люди едут. Это оказалось сверхсложной задачей для танкистов за 7 лет. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Арчик. Играйте красиво. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok